Адель Мустафин 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 У нас тоже жесткий график, мы очень сильно прививаем эту практику, чтобы непосредственно практические занятия, теоретические занятия на рабочих местах, они проводились системно и постоянно. И если где-то какие-то ошибки допускаются в процессе производственном, эти ошибки отдельно разбираются в этих коллективах, которые допускают, чтобы их впредь устранить. Что делается для повышения качества ремонта? Качество ремонта, мы 7 лет тому назад прошли сертификацию по системе АРИС, это международный стандарт в сфере железнодорожного транспорта. И сложность или успех нашего бизнеса, то что продукт это локомотив, локомотив это сложный механизм, перевозящий тысячные грузы, большие составы. И уровень надежности и гарантированности безопасности движения, это очень важный для нас момент. Поэтому на предприятии у нас помимо приемки основного заказчика, центра технического аудита, существуют системы контроля, службы качества, которые организовывают приемку непосредственно каждого изделия, устанавливаемого на локомотив, ну и проверяют соответствие нормативной документации чертежей. Помимо этого, основным моментом в качестве этой является компетенция и квалификация того персонала, который у нас работает. Ну а здесь мы проводим системную работу по обучению, по вовлечению, по повышению их квалификации, то есть уровень компетентности нашего сотрудника, нашего работника. В совокупе это складывается в то качество, которое мы даем. Смогут ли цифровые технологии заменить труд человека? Качество это в первую очередь человека, потому что, что такое ремонт локомотива, да, это там 10 тысяч узлов, 10 тысяч деталей, и каждую деталь мы должны установить с теми параметрами, которые заданы на документации, да, чтобы этот локомотив ходил качественно, надежно и обеспечивал безопасность движения. Поэтому без человека, да, есть какие-то операции, которые принимает приемка, служба качества, заказчик, но есть же детали, которые, как бы, можно по умолчанию, поэтому ответственность каждого работника на этом продукте, она обеспечивается. Существует ли на предприятии кадровый дефицит, и как вы решаете эту проблему? Да, как и везде, Мария, у нас кадровый дефицит есть, это в первую очередь специальности станочники, токаря. Для этого мы проводим обучение, у нас есть корп-университет, мы повышаем квалификацию, привлекаем и популяризируем рабочие специальности. У нас рядом тут железнодорожный техникум, то есть студенты, практику проходят непосредственно производственную, они знакомятся с непосредственно, как бы, ну, такой рабочей жизнью, и потом могут сделать свой выбор, придя к нам на завод. Также у нас существует такое мероприятие, как День открытых дверей, так сказать, да, это День без турникета. Мы приглашаем школьников, 7 лет уже у нас это мероприятие действует, там, и, сколько там, 4,5 тысячи, по-моему, даже более посетило нас детишек. В прошлом году мы с Союзом машиностроителей, мы плотно взаимодействуем, мы открывали, значит, этот проект уже не оффлайн, а онлайн формате, то есть детишек так, как бы, ознакомливали с нашим предприятием. То есть молодому поколению показываем эти наши процессы, сложные процессы, этот масштаб. Это глубокие процессы, когда мы ознакомливаем, да, молодежь с рабочими специальностями, потому что в наше время, да, у нас массово идет ознакомление детей через интернет, разным другим видом деятельности, а нам необходимо прививать молодежи в то, что экономика, она делается вот на таких предприятиях, в том числе, как мы. Ну, по-вашему, как можно завлечь молодого специалиста на завод к вам работать, или что вы для этого делаете? Это условия труда, условия труда, значит, самовыражение этих людей, да, чтобы они имели, молодежь имела какой-то горизонт своего роста, стабильность, потому что не все сейчас, да, сферы бизнеса являются стабильными. Очень много, да, предложений для отработодателей, ну, которые несут в себе горизонт стабильности какой-то, потому что очень изменчивая внешняя конъюнктура, конкурентная среда очень часто меняет, прочность этих всех организаций или там компаний, проектов и так далее. А мы позиционируем себя это стабильное предприятие, потому что горизонт планирования сейчас у нас уже, ну, грубо говоря, на этой неделе мы рассматриваем загрузку до 2030 года, ну, и далее развитие предприятия, оно просматривается на долгие-долгие годы. Ну, и обязательно аспект, он, безусловно, это, конечно, оплата, да, заработная плата. Насколько наш работник удовлетворен, вот в этом направлении мы постоянно двигаемся для того, чтобы снять издержки, повысить заработную плату. Вы пришли на завод несколько лет назад. Что изменилось за это время? Мы своевременно, на должном уровне, конечно, вопросы есть там, но выполняем стабильно основной заказ, ну, и тем самым закрепляем стабильность этого предприятия. Также мы выполнили, ну, когда позапрошлый год мы взяли там сверх максимум, там вместе выполняли по 50 секций локомотивов, предприятие вышло в этот период на исторический максимум по загрузке. Ну, и в прошлом году нас оценили как первое место. У нас есть такой рейтинг среди заводов «Жел-Доримаша», и за первое место дают «Золотой локомотив». Вот «Золотой локомотив» в этом году находится у нас на территории. Это переходящий? Это переходящий такой приз, да, который при, значит, присуждении находится на том предприятии, которое он достойно. У нас он стоит на проходной заводе, каждый работник его видит, потому что это заслуга, ну, абсолютно не моя, это заслуга, конечно, этого коллектива. Какие перспективы у завода? Вы знаете, мы нацелены и добиваемся, позиционируем себя, и все необходимое к этому делу, чтобы это предприятие было долгосрочная загрузка, стабильный заказ. Мы освоили в этом году досрочно, на два месяца раньше срока, освоили новый локомотив. Это у нас ГОСТами закреплены эти процедуры. Мы освоили новый локомотив, который сейчас выпускают наши коллеги в Новочеркасске, 3С5К «Ермак». Локомотив вышел на пути, а сейчас качественно бегает, свой пробег, уводит поезда. Поэтому мы рассматриваем переход на новую линейку локомотивов. При этом мы развиваем направление сторонних заказчиков. Это является ремонт железнодорожной техники горнообогатительных комбинатов, так называемые тяговые агрегаты. И вот у нас в этом году стоит очередная новая серия «НП-1». Это абсолютно новая машина. Она до сих пор еще выпускается в Новочеркасском заводе и уже у нас на ремонте. Таким образом мы будем наполнять свой портфель заказов, ассортимент выпускаемой продукции. Ну и тем самым мы прогнозируем то, что у нашего предприятия долгий и стабильный рост. Большое вам спасибо за такой интересный разговор. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо, Мария, и вам за отведенное нам внимание. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах! Субтитры создавал DimaTorzok